Айо, ребят, привет! Сразу хочу сказать, что это видео будет необычное, оно будет в некотором роде экспериментальное. Сейчас я объясню, в чём суть. Как вы все знаете, у меня есть любимое хобби, это спидкубинга, я снимаю на эту тему. Но я подумал, что в мире есть достаточно много ещё интересных занятий, которые очень достойны, являются очень классными хобби. И я решил сделать такое небольшое шоу о том, какие бывают разные хобби, насколько они крутые. В общем, друзья, давайте сразу, чтобы долго не затягивать, это моё новое шоу, которое называется «Достойное хобби», и сегодня «Достойное хобби» — это гитара. Это мои друзья, они гитаристы, занимаются этим уже достаточно давно, и очень круто. В общем, сегодня я попробую внедриться в их тестовку, мы немножко поиграем, попоём, посмотрим, что из этого получится. В общем, поехали. Ребят, короче, сейчас мы едем в метро, в центр города Переход, и будем там играть на гитаре. Я никогда, правда, не играл гитаре в Переходе, а вот, ребята, делаю это достаточно часто. Русик, скажи, как часто вы играете в Переходах? Я так заработаю, это почти каждый день уже как работа. Плюс к тому, кто-то замечает там, не знаю, знакомлюсь с людьми. Какое у тебя интересное знакомство было, когда ты играл на улице? Ой, я раз познакомился и с барабанщиком группы «Нервы», я познакомился и с человеком, который организовывает концерты в группе «От Торволь». Андрюха, ты? А что я? Я играю только по выходу. Ну, сам выходил, но редко. Ну, потому что из-за того, что времени нет. Вообще, я люблю играть. Это круто. Что вам дает это хобби еще, кроме того, кроме знакомства, там и заработка не много? Кроме заработка не много. Заработка не много. Заработка не много. Эмоции. А душа. Да. Музыка, это моя душа. На самом деле. Ну что, ребят, мы уже на месте. Настраиваются, готовятся играть. Я пока за ними немножко понаблюдаю, подумаю, о чем вам можно будет рассказать. А потом я, скорее всего, присоединился к ним и буду играть с ними вместе. И немножко стремно, потому что я раньше еще никогда не играл в переходах. Я, в принципе, умею играть. Я играю уже на гитаре примерно несколько лет. Я надеюсь, будет интересно. Погнали. Музыка. 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 Мы немножко поиграли в переходе. было очень круто сейчас короче направляемся в парк раз пойдем парк почему потому что когда хорошая погода на солнышко светит настроение у нас влюбленные пары атмосфера лучше вообще музыка создает атмосферу и есть разные как бы локации переход парк люди воспринимают музыку по-разному ну в принципе так как здесь вот люди идут загруженные в основном кто-то про что-то думает что завтра понедельник надо будет на работу а там мы сейчас ходим где будет совсем другая отдача где будут эмоции в парк где люди идут отдыхать буквально только что когда мы выходили из метро когда мы собирались уже уходить с этого места нам подошел парень какой-то и что он попросил говорит дайте номер телефона хочу научиться играть на гитаре я о чем вообще говорю я вообще говорю просто мы постояли поиграли минут 10-15 и к нам подошел человек реально познакомился как музыка очень притягивает да как ты говорил музыка создает атмосферу ты мне рассказывал сегодня как вы и ты благодаря музыке общался с людьми которые другой страны которые не знают языка я короче приехал в турцию на 7 дней и вы знаете мне очень было тяжело короче находиться без гитары то есть без пения и вот как что такое сила мысли да круто мне очень хотелось поиграть идут заезжают какие-то турки короче я вижу один пацик несет гитару и потом я этого пацика везде ищу вечером короче на территории отеля она очень большая там аквапарк там тупо забудется можно в общем ну короче я спросил на английском кое-как перековерканным языком там где находится гитаристы типа он сказал что на пляже я туда пришел я сказал всем привет типа можно я слушать музыка можно мне не немножко так что-то типа того короче и дальше ничего не знаю вот в общем мы пообщались или по-английски на переводчике и вот я сказал ему только система и начинает играть систему и я такой думаю все надо петь короче и мы как вспели в два голоса то есть на самом деле даже люди если не могут общаться то есть вербальным методом даже если друг друга не поведен не понимают но на языке музыки это всегда все понятно какой человек как он развивался не знаю ну это все очень круто на самом деле музыка сближает людей музыка это без чего я не могу андрюха я тебя хочу спросить скажи как тяжело вообще научиться играть на гитаре ну типа научиться играть на гитаре можно там задеть вопрос за сколько ты научил да 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 типа ну в любом случае ты каждый раз когда играешь ты как-то улучшаешь свои навыки насколько тяжело вообще достичь определенного уровня который достаточно высоким будет читаться которым который не стыдно показать добыть в метро в переходе или парк я уже играю там на гитаре в общем-то 5 лет ну и выходить играть я начинал еще после того как только вот поиграл на гитаре и как я сейчас полю а что это да ничего не умел толком сыграть ну так 10 песен и те короче еле-еле но тем не менее я выходил и некоторым людям это уже нравилось туда то есть все зависит от человека ну как он вообще разбираться в музыке и его слуг и так далее но на каждую музыку есть свой слушатель была понадоба профессионально или любительство неважно как всегда поэтому как только могут и что-то научился играть ты уже можешь принципе кому-то демонстрировать свое умение и это возможно кому-то будет нравится кому-то нет это все зависит от тебя но главное чтоб тебе нравилось очень ты занимаешься главное всегда чтобы твоя игра радовала тебя если она не радует заниматься больше до того уровня пока она не начнет тебя я сейчас по себе скажу сейчас я живу в общежитии вместе с андрюха и с русиком мы довольно таки часто играем и собственно говоря пока андрюха не поселился к нам общагу с русиком я не начинал развиваться в этом деле то есть я так играл вам для себя по квадрату какие-то песни группа крови там на все дела как обычно все это делается вот а потом когда мы начали играть вместе я уже начал ну я понял что есть ли выше меня уровнем и ты сам по себе не замечая этого нашим начинаешь развиваться просто с ними общаясь и русик скажи я стал лучше играть опять конечно вот видите за это лайк надо а он тебя целует говорит что любит и ночами обнимает сердце прижимает а я мучаюсь от боли со своей любовью фотографии в альбоме а тебе напомнят а он тебя целует говорит что любит и ночами обнимает сердце прижимает а я мучаюсь от боли со своей любовью фотографии в альбоме а тебе напомнят а тебе а тебе а тебе а тебе напомнят а тебе а тебе а я ухожу искать новое лето я не буду больше ждать когда ты захочешь друзья вот так и закончился сегодняшний день мы немножко поиграли в метро потом возле пара было классно дарить людям улыбки я вот видел как прохожие проходят мимо слушать музыку и просто улыбать у них поднимается настроение это наверно самое крутое минусов как бы в этом занятии я совсем не нашел я уверен что данное занятие это очень достойное хобби для любого человека и не знаю ребят увидите вообще минусы в том чем вы занимаетесь вообще не вижу минуса потому что играешь для людей то есть раздаешь им какое-то тепло да тебе просто элементарно проходит улыбается говорят спасибо еще деньги за это бросает если вообще минусов не реально если человеку искренне с ним делишься каким-то искусством на каким-то своим любимым делом то есть ну естественно на тебе возвращается очень положительными эмоциями и не только эмоциями тоже в общем минусов никаких ну кроме пальцев конечно которые есть немножко такое немножко подшатанный голод андрей скажи почему ты ты считаешь ты считаешь это хобби достойным почему ты считаешь что ты даришь людям эмоции и они себя отвечают тем чем сильнее ты людей заряжаешь тем больше к тебе возвращается закон целебный я заметил что музыка меня во многом вдохновляет и собственно говоря наверное поэтому я ей занимаюсь время от времени конечно не так профессионально как ребята в общем огромное вам спасибо что вы сегодня согласились принять меня в свою компанию для меня это было некотором роде испытание ну а вам друзья спасибо за просмотр если вы досмотрели до этого момента я надеюсь что вам действительно понравилось и оцените пожалуйста моё новое шоу для меня очень очень тяжело расширять тематику на канале имея такую аудиторию буду очень благодарен вам за поддержку за лайк и за позитивный комментарий пишите также внизу свои хобби чем вы занимаетесь возможно в следующих выпусках я возьму ваше хобби на обзор ну а с вами был русик андрюха и я евгений бандаренко всем пока и хорошего расстояния и и